Друзья, всем привет! И мы продолжаем игру Черепашки и Нинди Легенды. И сегодня у нас испытание Сцена Насилия. Завтра я планирую снять испытание Сила Природы составами от подписчиков, поэтому под этим видео пишите свои составы для испытания Силы Природы. Ну а пока Сцены Насилия, в этом испытании 8 эпизодов, ограничено количество героев, участвуют всевозможные Черепашки и Ниндзя. Итак, друзья, я вижу 7 составов, плюс еще дополнительный герой, это Железная Голова. И да, друзья, кстати, давайте-ка возьмем Железную Голову для первого испытания, а для оставшихся 7 составов возьмем все составы Черепашек и Ниндзя. Из фильма, мультика, ролевики, видения, оригинальный и так дальше. Ну что ж, друзья, итак, первая волна, и сразу же Железная Голова пытается поджарить при помощи огнемета Маусера. Отлично, выбиваем первого противника, враг атакует, а Железная Голова оглушает врага при помощи своего громового возгласа. Ну как-то так. Отлично, фут уничтожен, остался последний Маусер. Вот что-то он там задремал, поэтому Железная Голова просто его добивает ударом стального кулака. И мы переходим ко второй волне, в которой у нас есть возможность атаковать при помощи ракетного удара. Выстрел, взрыв и вторая волна шутя сметена нашим героем Железной Головой. И мы переходим к третьей волне. Итак, появились уже серьезные противники. Это Лео оригинальный и Донни оригинальный. Ну, футов и Маусеров я не беру в расчет. Ну что ж, тем не менее, начинаем битву и при помощи огнемета Железная Голова поджаривает первого Маусера. Враг атакует. Фут наносит удар катаной, но на Железная Голова неплохо держит удары. Итак, громовой крик. На врага наложен негативный эффект. Энштаб уменьшения скоростью. В свою очередь, Лео оригинальный привлекает внимание к себе, а Донни атакует. Что ж, будем и мы контратаковать ударом стального кулака. Железная Голова выбивает Лео. Далее атакует фута. Ну и вот остается только Донни и Маусер. Маусер пытается навредить нашему герою, но Донни заканчивает... Но наш Железная Голова заканчивает бой. Просто выстрелил Донни оригинального и Маусера ракетами. И мы получаем победу. Причем идеальную победу на 3 звездочки. Что ж, герой получился крутой. И наша награда это ДНК Кейси Джонса. Просто великолепно. Итак, друзья, второй эпизод. Для второго эпизода я смотрю, каких бы взять черепашек. Давайте-ка я возьму классических. Итак, Донни, Микки, Лео и Раф. Классические черепашки для второго эпизода. Сцены насилия. Итак, вперед. Посмотрим, кто же нас встречает. И нас встречает целая куча футов. Отлично. Ну, в принципе, не так уже и много. Тем не менее, в начале боя пусть Микки Ланджело классически прокачает атаку для нашего отряда. Вот, неплохо. Лео призывает к атаке. Вперед, черепашья сила. Ну, как-то так. Отлично. Микки наносит удар со скейта. Вот, отлично. Выбивает первого фута. А остальных просто смывает водной колонкой Раф. Классический. Супер. Ну, что ж, враг уничтожен. И мы приходим к следующей волне. Итак, вторая волна. Кто здесь у нас? А здесь обычные маусеры. Что ж, ничего страшного. Донни пытается уничтожить первого при помощи телепортационной пушки. Выстрел враг повержен. Дальше подключаю Микки Ланджело, который забрасывает оставшийся врагу сюрикенами. Вот при помощи нучаков. Кстати, это выглядело прикольно и забавно. Враг уничтожен. И мы переходим к третьей волне. Итак, Раф оригинальный. Донни оригинальный. Плюс фут и маусеры. И сразу же удар катаной от Лео Классического. Ударом сверху двух катан. Он без проблем рубит фута. Дальше вот угощает друзей пиццей Раф Классический. Тем самым усиливая и подлечивая наш отряд. Вот здорово. И начнем выбивать врага понемножку. Итак, Донни. Донни классический бьет своим бо. Вот вернее, отталкиваясь ногами, выбивает очередного противника. Микки Ланджело пинает нучаками. И смотрите, не сумел, не сумел выбить фута. Ну, надеюсь, что Лео метнул фута, об фута взаимно ударяя и выбивает этих противников. Супер. Итак, пришло время Рафа, который метает канализационный люк и без проблем выбивает Донни оригинального. Остался только Раф, с которым, надеясь, справится Микки. Удар нучаками и победа. Что ж, отличнейший бой, отличнейшая победа на 3 звездочки. Очень неплохо, достойно себя показали классические черепашки. И наша награда это ДНК Донни из мультика. Здорово. Отлично, друзья. Итак, третий эпизод. И мы берем следующую команду от наших черепашек-любинцев. Давайте-ка для следующего боя я возьму черепашек из фильма. Итак, Донни из фильма, Лео, Микеланджело и Раф. Черепашки из фильма «Вперед». Здорово. Ну что ж, посмотрим, как они справятся в этом эпизоде. Ну, в принципе, вот противник достаточно слаб. С каждым уровнем эпизодом брак будет становиться все сильнее. Тем не менее, Микеланджело первым наносит удар с разворота. Вот, выживает. Как он выжил, друзья, я не знаю. Ну, давайте-ка тогда усилим нашу атаку. И Лео вот прокачивает дополнительную атаку. А Донни накрывает врагов ядовитым облаком с дрона. Отлично. Ну что ж, отравили, уничтожили первую волну. Переходим ко второй. И здесь уже приходит время Рафа, если я не ошибаюсь. Да. Раф кричит, рычит. Отвлекает внимание врагов на себя. Вот тем самым прокачивая атаку для нашего отряда. А на врагов, наоборот, налаживает дебаф. Негативный эффект уменьшения скорости. Вот Лео подключается к бою, рубит катаной Маусера и без проблем выбивает. Кроме того, Микеланджело метает огненный мяч. Вот, поджаривая фута, ну, как видите, тот жив. Жив, но ненадолго. Массовая атака Лео из фильма. Рубит катанами направо и налево и, шутя, сметает оставшихся врагов. Что ж, это было здорово. Отличнейший бой, отличнейшая победа. И мы переходим к третьей волне. Вот здесь уже будет противник посильнее. Поэтому Донни пытается поджарить фута при помощи своего электрического бо. Отлично. Раф метает свои саи. Здорово, отлично. Очередной Маусер уничтожен. А вот Микки решил угостить друзей. Вот бросает вверх пиццу, тем самым усиливая и подлечивая наш отряд. А Донни, наоборот, прокачивает уклонение, чтобы вражеские атаки вот не достались нашим героям. Отлично. Итак, ударом катан Лео добивает последнего Маусера, а Раф сбрасывает холодильник на оригинальных врагов. Итак, бросок-взрыв и Микеланджело и Раф оригинальные выбиты. Здорово. Ну что ж, не подкачали черепашки из фильма. Очень достойно, круто сражались. И мы переходим с вами к следующему эпизоду. Да, наша награда это ДНК Рафа из мультика. Четвертый эпизод. И давайте-ка на сей раз я возьму команду либо ролевиков, либо оригинальных. Давайте-ка я, друзья, возьму ролевиков. Итак, Раф, Лео, Микеланджело и Донни. Вот наши оригинальные черепашки против клана Фуд. На сей раз уже у нас 4 волны. Вот будет уже немножко сложнее. Враг сильнее, но я верю в наших оригинальных черепашек. И Рафа мы сразу же превращаем в видюшку, чтобы у него появилась особая способность месть. И сразу же массовая атака. Микеланджело стреляет из вантуза. Наносит массовый урон, но, как видите, враг выживает. Что ж, ненадолго пусть Лео пока отлечет врагов на себя. А мы понемножку их будем выбивать. Вот, кстати, давайте-ка я еще активирую дополнительную защиту. Защиты много не бывает. Вот, и у нас появилась целая куча бафов положительных эффектов. Вот, опять же, массовую атаку. Вот, не знаю, тратит ли Рафа. Ну, пусть Раф метет черепа и добьет оставшихся врагов. Отлично. Итак, первая волна уничтожена. Мы переходим ко второй. Давайте-ка посмотрим, что я могу здесь делать. Итак, мне нужно выбить этих четырех футов. Вначале используем особый удар Рафа Ролевика. Удар двадцаткой. Фут выживает. Надеюсь, что ненадолго. Еще одна массовая атака Микки Ролевика. Водные шарики бросая, он добивает оставшихся врагов. Ничего себе. Футы выживают. Как они выживают, друзья, я не знаю. Но от огненной волны Меча Левого Ролевика они точно не выживут. Есть. Итак, вторая волна уничтожена. Мы переходим к третьей. Вот, противник оказался достоин, силен. Как видите, непросто его уничтожить. Итак, да, еще одна массовая атака на сей раз уже Донни Ролевика. Он забрасывает врагу огненными шарами и фаерболами. Отлично. Большая часть уничтожена. Выживает один из футов, которого при помощи топора добивает уже Раф Ролевик. И мы переходим к боссу. Итак, четвертая волна и Супер Маусер. Вот такой вот крутой робот. Вот, в начале боя пусть Микеланджело прокачает нашу удачу при помощи его любимого кольца. И начнем битву. Лео метает щит бумеранг. И вот наносит смертельный урон Маусеру. Вернее, Супер Маусеру боссу. Тот дрожит, шипит. Вот, по-моему, сейчас развалится. Но, тем не менее, Донни решил усилить, подлечить наш отряд. И Раф наносит последний, завершающий, сокрушающий удар своим топором. Победа отличнейший будет на 3 звездочки. И мы идем с вами дальше. Что ж, здорово, сработали вот наши черепашки-ролевики. Они мне понравились. Ну, а мы переходим дальше. И давайте-ка для следующего боя я возьму вот либо оригинальных, либо космо-черепашек. Нет, давайте-ка я возьму все-таки космо-черепашек. Итак, Донни, Раф, Микеланджело и Лео. Космо-черепашки вперед. А уже после черепашек возьмем вот оригинальных, потом видения и мультяшных на самый конец. Отлично. Итак, космо-черепашки встречает Фута и Маусер. И давайте-ка сразу же попробуем наносить урон Футу при помощи лазерных танфу Микеланджело Космического. Очень мощный удар. И Фут выживает. Что ж, друзья, давайте-ка я еще усилю нашу защиту. Благодаря образу капитана Раяна. Вот не хочу пока тратить массовые атаки. Лучше защитить нас отряд. Здесь очень мало врагов. Лучше использовать массовые атаки на большое количество. Да, и возможно, друзья, давайте-ка я усилю нашу атаку. Вот Донни Космический сканирует врагов при помощи своего шеста. Тем самым прокачивает дополнительную атаку для нашего отряда. А вот теперь уже будем пробовать поджаривать врагов. Раф Космический стреляет из своего бластера. Поджаривает и уничтожает первого из Маусеров. Отлично. Вот Фут стремится в атаку. Рубит Донни. А вот Донни выстрелом из груди поджаривает очередного Маусера. Итак, выстрел и враг повержен. Ну, просто супер. Вот остается последним Фут, которого, надеюсь, уже догрызет космический маффин Микеланджело Космического. Итак, мощная атака. Грызет, грызет, погрызает. Вот еще навесил цепи, но и на этом бой закончился. Враг повержен. А мы переходим к следующей волне. Итак, вторая волна. Нужны массовые атаки. Итак, что мы сумеем сейчас делать? Да, Лео призывает фугетоида, который из орбиты наносит удар при помощи космического корабля. Вот выбивает большинство противников, но, как видите, враг выживает. Думаю, ненадолго. Итак, при помощи черепашонка Чомпи, детеныша космической черепашки, вот по мультику, Раф космический поджаривает и уничтожает очередного Фута. Вот, а следующего ударом космического боя добивает Донни массовую атаку. Я пока приберег, как видите, враг силен непрост, поэтому желательно массовые атаки приберечь. Что ж, третья атака и сразу же массовая атака Микеланджело космического. Бросает коробку с чипсами Криса Брэдварда, стреляет по ней и разошедшие лучи вот сразу же сносят четырех врагов. Ну, как видите, один из Футов выжил, опять же, ненадолго. Лео космический поджаривает его при помощи своего бластера, и мы переходим к четвертой волне. Так, кто здесь у нас? И здесь уже трое оригинальных черепашек. Лео, Раф и Микки. Донни пока нет, но я думаю, ненадолго. Что ж, давайте-ка я нанесу удар пока по Рафу. Вижу, урон по Футам уменьшен, поэтому надеюсь, что урон ударом Крогна до любимого героя сериала Рафа Космического уничтожит противника. Есть. Раф оригинальный уничтожен, а на оставшихся врагов мы сбросим огромный метеор при помощи шеста Донни Космического. Удар по головам, но, как видите, враг выживает. Что ж, надеюсь, что ненадолго. Удар Космической Катаны, Лео Космического, приносит нам победу над Футом. Микеланджело пытается справиться с Лео. Есть. Оригинальный Лео уничтожен. И Раф ударом Космических Саи добивает Микки оригинального, и мы получаем победу. Супер. Ну что ж, отличнейший бой, отличнейший результат, и мы идем с вами дальше. Да, наша награда это ДНК Микеланджело оригинального. Ну а я пока перехожу к шестому эпизоду. Вот, давайте-ка мы возьмем команду оригинальных черепашек. Все-таки вижу, противник стал посильнее, поэтому бой, мне кажется, будет интересным. Итак, Донни, Микки, Раф и Лео. Оригинальные черепашки против оригинальных черепашек, и мне кажется, это будет здорово, круто и интересно. Вот, кстати, можно было оригинальных черепашек взять для финального последнего боя, но мне показалось, что мультяшный будет лучше. Итак, друзья, сразу же бросок гранаты Микки оригинального. Интересно, сумеет ли он подорвать весь состав. Не сумел. Враг выжил. Что ж, оставшийся враг боу мы будем выбивать так, как есть. Лео оригинально в прыжке наносит удар катаной, выбивая первого из фута, оставшегося добьет Донни. Опять же, в прыжке бьет своим боу. Мощная атака. И враг выживает. Как он выжил, друзья, не понимаю. Уклонения же у него не было. Тем не менее, удар прошел мимо. Одна надежда на Рафа. Есть. Итак, Раф выбил противника. И мы переходим ко второй волне. Итак, кто здесь у нас? Фут и Маусеры. Вот. Надежда на Микки. Вот как он в прыжке нанесет удар. Он бьет при помощи Нунчак. Очень мощным ударом. Просто расплющивая Маусера. А дальше я подключаю Лео. Итак, выскакивая из экрана, он привлекает внимание на себя. Вот. Жаль, что на врагов не удалось нанести дебаф негативный урон. Ну, а пока в атаку. И Донни оригинально выбивая уголок, швыряет его в одного из футов. Вот. Здоровье удалось довольно-таки снять неплохо. Но это все. Кроме того, Раф оригинальный атакует массовой атакой словами, как сюрикенами. И выбивает сразу же двоих врагов. Один из футов выжил. Но это неудивительно. У него была броня. Ну, а я пока прокачиваю иммунитет. Опять же, благодаря Микеланджело оригинальному. Вот. Здорово. Отлично. Итак, у врага появилась месть. Но вот пока массовую атаку я берегу. Лео довольно-таки здорово нанес урон. Донни снимает все негативные эффекты. Вот так здорово при помощи художника. И надеюсь, что завершающий удар из-под земли нанесет Раф. Итак, подземная атака. Снизу и враг поражен. Здорово. Итак, друзья, переходим к третьей волне. Очень непростой оказался бой. Честно говоря, я ожидал большего от наших оригинальных черепашек. Ну, пока как-то так. Итак, Микеланджело оригинальный бьет Маусера. Без проблем его выбивает. И да, вот наконец-то. Массовая атака Лео оригинального. Он рубит экран на части. Швыряет врагов. Снимает часть жизни. Но что-то слабовато и маловато. Вот. Одна надежда на Донни. Итак, эпический бой. Донни оригинальный против Донни оригинальный. А вот результат пока никакой. Но, надеюсь, Раф добьет этого противника. Есть. Раф добивает... Раф оригинальный добивает Донни оригинальный. А вот вражеский Раф оригинальный бьет нашего Лео. Но это ему не помогло. Вот. Микки пытается его запинать. И это очень даже неплохо получилось у его нунчаков. А мы переходим к боссу. Супер Маусеру. Вот. Уже более высокого уровня. С которым будет справиться непросто. Но я все надеюсь. Итак, очень здорово прошел удар Лео. Донни добавляет урона своим Бо. Раф. 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 Молодец. Раф при помощи своих Псай поражает противника. И мы получаем все-таки победу. Супер. Ну что ж, друзья. Отличнейший бой. Отличнейшая победа. И наша награда это ДНК Рафа оригинального. Супер. Вот. Переходим к седьмому эпизоду. И для седьмого эпизода я возьму команду ведения. Вот. А мультяшные уже будут для финального боя. Итак. Есть. Донни, Митти, Раф и Лео. Команда ведения полностью собрана. И мы идем с вами в бой. Посмотрим, как они справятся с оригинальными черепашками. Вот. С оригинальными Маусерами. Ну и в конце будут оригинальные черепашки. Вот. Враг первым атакует. Вот. Прокачивает себе исцеление. Это уже, кстати, не очень хорошо. Ох, ничего себе. Враги прокачали броню. Что ж. Нужно ее уничтожать. И Лео ведение прокачивает скорость для всего нашего отряда. Удалось тоже прокачать броню. Митти качает точность. Вот. Теперь наши герои будут вносить больше повреждений. И первым делом надо уничтожать броню. Для этого Раф. Введение огненным рощерком налаживает на врагов кучу дебафов, негативных аспектов. Это уменьшение. Вот. Постепенно уменьшение здоровья. Кроме того, Донни. Введение рубя в фигурку тигриного когтя. Прокачивает дополнительную атаку. Ну а вот сейчас массовый урон стрелами Лео ведение. Ах, ничего себе. Противник выживает. Надеюсь, что ненадолго. Итак. Удар при помощи Сирпом Микеланджело. Введение. И очередной противник уничтожен. А дальше я уже подключаю Рафа ведение. Огненная атака. И первая волна уничтожена. И мы переходим ко второй. Что ж, друзья. Очень непростой бой. Очень непростой бой. Маусеры, футы. Ну и мы их активируем. Особую атаку Донни ведение. Мытая каменную глыбу. Он наносит довольно-таки серьезный урон. Вот оригинальному футу. Но это пока все. Тем не менее, вот обновилась способность Лео ведения. Бросает тыкву. Он ее подрывает. Наносит массовый урон. И сразу же шутя сметает троих врагов. Вот. Выживает только футы, которые пытаются контратаковать. Но надеюсь, что ненадолго. Удар серпом. Микеланджело ведение приносит нам победу. И Раф ведение добивает противника. Отлично. Итак, третья волна. Что мы здесь сумеем делать? И здесь полностью четверка оригинальных черепашек. Вот. Начнем выбивать с противника посильнее. Вот я смотрю, кого бы атаковать. Давайте-ка мы атакуем Рафа. И Донни ведение метает молот. Ох, ничего себе. С первого удара выбивает этого противника. Дальше я подключаю Рафа ведение, который огненным торнадо. Вот выжигая большую часть жизни врага. Супер. Отлично. Лео стреляет вражеского Лео. Но почему-то удар не проходит. Да. Вот со второй атаки удалось это проделать. И вот финальный добивающий удар уже наносит Микеланджело ведение. Просто направляя во врага кучу голодных белок при помощи Желуя. Здорово. Итак, четвертая волна. Супер Фуд. Супер Босс. Которого будет очень непросто победить. Но я надеюсь, мы справимся. Итак, огненные атаки Рафа снимает часть жизни. Супер Фуд атакует босс. Вот Лео опять же обстреливает при помощи стрел. Донни рубит топором. И большую часть жизни уже удалось снять. Отлично. Удар Микки тоже достигает цели. Одна надежда на Рафа. Итак, здорово держит удар. И смотрите, как кроме того еще и здорово сопротивляется. Тем не менее, Лео не сдается. Прокачивает скорость для всего нашего отряда. Вот Донни прокачивает атаку. И надеюсь, смертельный урон нанесет Раф. Итак, огненный рощерк когтями. И мы побеждаем в этой битве. Супер враг повержен. И мы получаем идеальную победу на 3 звездочки. Просто-просто великолепно. Супер. Итак, наша награда это ДНК Донателло оригинального. И мы идем с вами дальше к финальному восьмому эпизоду. Для которого мы возьмем черепашек из мультика. Жаль, не хватает сплинтера. Был бы полный комплект. Тем не менее, в этом эпизоде нету сплинтера. Но зато сыграли все составы черепашек. Которые есть на данный момент в этой игре. Вот возможно разработчики еще что-то интересное добавят. Ну пока как-то так. Итак, все составы черепашек плюс железная голова. И мы начинаем финальную битву. Вот Маусеры атакует. Раф контратакует. И Микеланджело из мультика прокачивает уклонение. Благодаря этому танцу и уклонению вражеские удары будут проходить мимо. Супер. Итак, враг не сдается. Пытается контратаковать. Ох, налаживает на себя положительный эффект. Это постепенное исцеление. Но мне надо побеждать. Итак, давайте-ка попытаемся использовать какую-то мощную массовую атаку. Хотя смотрите, враг уже прокачал и броню. Что тоже не очень хорошо. Ох, непросто, непросто это делать. Что ж, друзья. Массовая атака Лео из мультика. Он стальным торнадом стремится в бой. Вот выбивает часть жизни у врагов. И это пока все. Что ж, друзья. Надо нам прокачивать дополнительную атаку. Для этого подойдет Ярость Рафа. Супер. Вот. Кроме того, прокачаем дополнительную защиту от Дони из мультика. Вот здорово. Ну а сейчас давайте-ка я попробую выбить врага. И для этого Микеланджело из мультика использует дымовую бомбу. Взрыв. Удар есть. Первый Маусер уничтожен уже с почином. Здорово, что это удалось. Вот контратакуя Раф выбивает броню Маусера. Выбивает второго Маусера броню. Но это пока все. Вот. Кроме того, ударом Катан с разворота. Надеюсь, Лео справится и с этим Маусером. Есть. Ну что ж, понемножку, постепенно ковыряем врага. Постепенно выбиваем. Кроме того, Раф ударом с разворота Сай выбивает очередного монстра. И вот последнего Маусера, надеюсь, подорвет Дони. Вот очень даже непросто удалось нам победить в первой волне. Враг оказался силен. Надеюсь, со второй пойдет как-то лучше. И в начале боя давайте-ка перекусим пиццей. Тем самым усиливая и подлечивая наш отряд. Благодаря Микеланджелу из мультика. Отлично. Итак, Лео пытается выбить Маусера. Очень мощный удар Катана. Есть. Враг уничтожен. Это уже радует. Вот, тем не менее, враги не сдаются. Маусер пытается атаковать. Но Раф с разворота без проблем их выбивает. Вот футы тоже непростые. Рувят Катанами, но благодаря дополнительной защите урон минимален. Отлично. Итак, Раф тем временем также оскорбляет врагов, как нас Фут. И привлекает внимание к себе. А Дони просто забрасывает врагов сюрикенами. Проходит мощная атака, но, как видите, враг выживает. Что ж, надеюсь, что ненадолго. Микеланджело пинает вот вражеского Фута. Вот удалось его уничтожить. Дальше Лео добивает очередного. Остается последним, с которого контратакует, побеждает Раф. Здорово. Ну что ж, друзья, третий эпизод, в котором нас встречает оригинальные черепашки. Вот. По леву повышен урон, поэтому его и будем атаковать в первую очередь. Вот мало что-то жизни снял. Вот Микеланджело. Вот дальше давайте-ка я попробую атаковать Рафа. Итак, Раф мультяшный против Рафа оригинального. Как-то не очень. Донни из мультика против Донни оригинального. Что-то, кстати, тоже что-то не очень. Ну а вот сейчас Лео против Лео. Удар катанами с разворота. Опять же, урон не проходит. Враг силен и коварен. Тем не менее, вот Раф снимает очень много жизни у Микки оригинального. Ну, смотрите, что делает Лео. Он выскакивает вперед и отвлекает внимание на себя. Этот вражеский герой, что, конечно же, очень неприятно. Кроме того, Раф оригинальный бьет из-под земли, пытаясь снять часть жизни у нашего Рафа из мультика. Да, здорово, прошла контратака. А тем временем Микеланджело прокачивает уклонение. Вот теперь вражеские удары будут проходить мимо. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Ну, а сейчас особый удар. Особый удар Лео из мультика по Лео оригинальному. Ну, а противник опять же выживает. Ох, как непросто здесь победить. Вот, тем не менее, смотрите, враги не сдаются. Пытается атаковать, сбрасывает бомбы. Вот Раф хонтер атакует. Но, опять же, урон минимальный. Возможно, по Лео добьет. Не сумел. Не сумел. Удар Дони. Достигает цели. И, наконец-то, нам удалось выбить Лео оригинального. Вот. Пока я не буду подвечивать наших героев. Давайте-ка лучше попытаемся выбить Рафа оригинального. И Микки использует дымовую бомбу. Взрыв, удар. Есть. Очередной враг повержен. До неоригинальной прыжки бьет своим бо. И что же? И Раф неплохо держит удары. Даже контратакует. Добивает. Вот. Разбивает броню. А я подключаю Лео. Который стальным торнадо и своих мячей добивает оставшихся врагов. И, наконец-то, мы переходим к финальному боссу. К четвертому. Четвертой волне. Итак, Супер Маусер очень большого уровня. И сразу же Раф прокачивает дополнительную атаку. Чтобы побольше и побыстрее нанести урона. Тем не менее, о защите не стоит забывать. И Донни из мультика прокачивает дополнительную защиту. Вовремя. Смотрите, что делает Супер вот этот Маусер. Что ж, не думаю, что у него получится остановить наш отряд. Тем временем, Микки прокачивает исцеление. Лео медитирует. Чтобы наши герои было побольше сил. И, опять же, прокачивает дополнительные способности. Но Фуд, не Супер Маусер, не останавливается. Этот босс грезет наш отряд. Но наш герой тоже не прост. Итак, Раф бьет Сай с разворота. Снимаешь часть жизни. Налаживая негативный эффект. Уменьшение здоровья. Донни забрасывает его сюрикенами. Отлично. Половину жизни удалось снять. Микки бьет нюнчаками. Вот здоровье Супер Фута постепенно уходит в красную зону. И Микки из мультика добивает его при помощи своих нюнчак. И мы получаем все-таки идеальную победу. Просто-просто здорово. Просто супер. И наша награда это ДНК Леонардова оригинального. Ну а нас, друзья, сегодняшнее испытание сцены насилия пройдено. На этом я уже с вами буду прощаться. Всем пока-пока. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ожидайте новых серий. Пишите в отзывах, в комментариях, кого из героев прокачивать в следующем видео. И я буду действовать согласно ваших отзывов и комментариев. И, конечно же, чтобы не пропустить ни одну серию, нажимайте правым в верхнем углу на колокольчик возле кнопки подписка. И к вам будут приходить уведомления о новых видео. Всем пока, друзья. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok